Всем привет! С вами Светлана. Сегодня у нас 13 февраля. Прошло полгода после того, как я принесла домой замиокулькас. Тот замиокулькас, который вызвал большой интерес на моем канале. Очень много людей его посмотрело. И я хочу дальше рассказать, что нужно делать. А делать нужно то, что это растение, чтобы был прекрасный, замечательный вид, его надо теперь подкорректировать. То есть, видите, у него вот стебли у этого растения погнулись. Очень некрасивые. Скоро весна, все начинает расти, укореняться быстро. Вот это, смотрите, это горшочек, в который были одни куски посажены вот здесь. Вот я показывала видео, пошел расти листик. И вот здесь, смотрите, пошел расти листик. Вот это я хочу срезать уже сухенькое, оно не надо, чтобы не портило вид. И вот если давать ему ровненько расти, вот этому замиокулькасу, то будет это прекрасное, красивое растение. Кстати, его можно разделить на две части. Я его, наверное, буду в ближайшее время делить. И если кто-то с Украины захочет приобрести, замиокулькас у меня, добро пожаловать, я перешлю новой или укрпочтой вот такую вот красоту. Здесь у меня листья высажены, которые были обломаны, отрезаны. Кто хочет посмотреть более подробно, смотрите мое видео. Здесь листовые пластинки. Я сейчас буду их вытаскивать и показывать, какие изменения у нас получились через полгода. И вот это растение основное, которое я не обрезала, но пересаживала. Я его оставлю только молодые ростки и полностью все обрежу. Значит, обрезаю, не жалея. Один лист, это все будет укореняться. Заново, вот этот тоже погнутый, под самый вот сюда. Вот так вот. Смотрите, какой он изогнутый, некрасивый. Это все будет переукореняться. И что, я думаю, вот этот тоже обрезаю. Он тоже некрасивый. Это все старые листья, с которыми я его осадила. Ну и думаю, пока вот это три. Вот тут два молодых листа и один вот этот большой я оставлю. Давайте посмотрим, что же тут у нас с листовыми пластинками. Эти листовые пластинки в процессе укоренения всегда должны давать нам клубенек. Вот давайте достанем и посмотрим. Есть. Казалось бы, листик уже желтый, но клубень он нам дает. Так, дальше. Смотрите, какая красота. Кстати, вот эти листики с клубеньками, листовые пластинки, я тоже смогу переслать недорого желающим, кто хочет посадить и вырастить себе замерку. Колька с листовой пластиночкой. Вот, сейчас вырываю. И смотрите, какая картошечка. Похоже на картошечку. Давайте я покажу, может вот так лучше. Их уже можно, кстати, пересаживать в отдельные стаканчики. Вот, я пока что этого делать не буду, потому что у меня, как всегда, недостаточно места. Что же у нас тут? Вот, хотя его не рекомендуется выкапывать, но я уже сейчас вот так вот попробую вытащить сильно глубоко. Сильно глубоко, может, мы тут корешки увидим где-то. Давайте, раз я обещала, я его выкопаю. Вот. Вот это лист. Это не листовая пластинка, а лист. И он тоже наращивает у нас клубень. Вот такой вот. И корешки. Это тоже можно сейчас высаживать отдельно в стаканчик и выращивать как отдельное растение. Вот такими вот листами я тоже могу поделиться. Если кто хочет, пожалуйста, обращайтесь ко мне. На личные страницы мои есть ссылки в описании под видео. И вот такие вот я могу выслать уже готовые с корешками, с клубеньками листы за миокулькаса. И его можно будет уже выращивать самим. Так что, если кто по Украине хочет приобрести себе такой замиокулькас и с моих рук, он уже будет расти, потому что на нем есть картошечка, вот эти вот бульбочки. Пожалуйста, обращайтесь лично. Оно будет недорого стоить. И плюс еще вы можете даже установить для себя цену, по какой вы хотите его купить. И, пожалуйста, это будет как поддержка для моего канала. Кто любит смотреть, пожалуйста, поддержите. Если есть вопросы, задавайте. Всем пока. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok